Всем привет, с вами Евгений Погребежский. В этом видео я хочу показать, как я готовлю яичницу на воде. На воде это намного полезнее, чем на масле, и поэтому я делаю именно так яичницу. Я ее готовлю на воде и таким образом берегу свое здоровье. И могу почувствовать действительно вкус яичницы, а не жареного масла, которое питывает в себе всякие неполезные, скажем так, вещи и вредит организму. Итак, у меня уже есть на канале рецепт, как я это делаю, но это уже спустя, можно сказать, больше, мне кажется, года. Во всяком случае, я набрался больше опыта и хочу с вами этим опытом поделиться. Первым-наперво, что я делаю, я сейчас налью обычную воду из крана в сковородку. Итак, можем увидеть, я набрал воду из крана, покрыл всю поверхность водой. Тут плохо видно, конечно, какое количество, но просто покрыл хорошо всю поверхность. Можно видеть, вот вода. В любом случае, поставим на огонь, закрываем это все крышкой и даем ему закипеть. На этой воде я готовить не буду. Это я делаю для того, чтобы продезинфицировать сковородку. Когда эта вода закипит, я ее вылью и тогда наберу сюда, опять же покрою поверхность водой уже с очистителя. Буду показать, очиститель отсюда я возьму воду. Итак, ждем, чтобы вода закипела. Я добавлю воду с очистителем и дальше расскажу, как я делаю. Ну что ж, мы можем увидеть, что вода закипела. Теперь мы должны ее слить и то же самое сделать с водой с очистителем. Закипятить ее, и дальше уже будем добавлять яйца. Итак, я добавил воду с очистителя, чтобы покрыть... Могу делать... Видно, что здесь вода. Чтобы покрыть вот эту всю панель. Такой, ну не очень, конечно, большим слоем, ну добавил воду, в общем. Поставил на максимальный огонь. Докрываю крышкой. Одну минутку. Вот, закрываю это все крышкой, и жду, чтобы она хорошо закипела, как тогда. Теперь мне единственное здесь понадобится... Такая пиалочка и нож. Это мне нужно будет для того, чтобы... Когда я буду добавлять туда яйца, то я их буду разламывать, туда кидать. И, соответственно, скорлупки буду уложить в эту пиалочку, так удобнее. Потом их выброшу. Когда я добавлю яйца, я еще добавлю соль и закрою крышкой. Потом уже надо смотреть, там нюансы свои будут, как определить, что она там готова, не готова, когда снимать. Мне еще нужна будет в конце вот такая лопатка. Так удобнее будет его доставать, эту яичницу. Итак, сейчас ждем, чтобы вода закипела. Она уже начинает немножко закипевать. Но этого еще недостаточно, чтобы она хорошо закипела, и будем добавлять яйца. Вода уже хорошо закипела. Теперь делаем огонь поменьше. Было удобнее яйца добавлять сюда. И сейчас добавлю яйца, посолю, и тогда покажу. Добавил яйца, я их посолил. Можно увидеть. Теперь надо дождаться, что они будут готовы. Я покажу, как это выглядит. И после этого снимаем их, и сразу можно кушать. Хотел добавить, тут есть такой нюанс, что если мы, допустим, крышку оставим вот так, она начнет закипать, все подниматься, поэтому крышку можно чуть-чуть подвинуть. Чтобы здесь было немножко вентиляции, и таким образом будет нормально. Если будет плохо закипать, тогда мы опять ее подвинем обратно. Но по сути можно только чуть-чуть подвинуть, и тогда оно не будет подниматься. Иначе тут поднимется, и будет некрасиво. Ну, будет плохо, вот как вот здесь оно поднимается, как пена. Эта пена поднимется до самого верха. Поэтому немножко даем ему здесь место для вентиляции. Итак, как я уже сказал, надо периодически крышку подвигать сюда, обратно, для того, чтобы оно сильно не поднималось пеной. Но пена должна быть. Оно должно быть вот именно такое, чтобы... Вот как вот здесь вначале, как вот здесь. Но мы сейчас смотрим. Вот эти два желтка, мы должны быть уверены, что они готовы, поэтому мы делаем небольшой надрезик. Если оно что-то там не очень, то оно пропарится. Мы даем ему немножко еще постоять. Но они должны быть такие. Ну, я покажу сейчас. Открываем крышку. Если видим, что прямо сильно пена поднимается, двигаем крышку. Но главное, чтобы еще вода не выкипала. Если, в крайнем случае, вода даже выкипала, но она еще недостаточно готова, можно добавить просто воду, и оно доготовится. Итак, я даю ему еще немножко подготовиться. Сделаем воду немножко. Этот. Меньший огонь. В общем, оно готово, я вижу, потому что оно такое уже сухое. Главное, чтобы все сухое. Теперь берем, как я уже сказал, лопатку. Даже можно выключить уже огонь, потому что все, оно готовое. Все, выключаем полностью все. Берем только лопатку. Просто целиком мы не сможем ее поднять. Так, просто делаем. Потом берем тарелку. Сейчас немного положим тарелку. Тарелка, пожалуйста. Это можно снять. Нам не надо. Так, теперь этот кусочек. Тарелку. И теперь самое главное, это то, что нужно сейчас взять, и обязательно сковородку намылить, и крышку. И тогда после этого можно ее помыть, когда уже удобно. Я намылил сковородку, очистил от всех остатков пищи, которые там были. Так же самое намылил крышку изнутри. Теперь я просто могу это все поставить в раковину. Крышку я сейчас закрою. И вот так вот составляю. Когда буду мыть посуду, я это уже помою, и ничего там не пристанет, потом не надо будет ничего отдирать. Это очень важно, когда готовишь, потому что очень часто пища, ну, яичница, она прилипает, там что-то, какие-то остатки. Поэтому все надо сделать. Немножко воды осталось, поэтому она не так сильно прилипла. Но, по сути, вот у нас есть блюдо, которое мы уже можем кушать. И еще такой нюанс. Если она остыла, опять же, я не берусь говорить за все микроволновки. Но, допустим, вот у меня в микроволновке, я ее могу поставить разогреть на 20 секунд. Вот если, допустим, ее нагреть, грубо говоря, допустим, на минуту. Значит, я ставлю 20 секунд, потом жду, чтобы таймер закончился, потом ставлю еще 20 секунд, уже 40, и еще, допустим, 20 секунд. И таким образом я нагреваю сколько мне надо, но только по 20 секунд, потому что иначе она просто взорвется. Она просто взрывается, и тогда уже ничего, как бы, хорошего не будет. Ну, взрывается, соответственно, не микроволновка, а яичница. Поэтому такой... Итак, мы готовили яичницу. С вами был Евгений Погребирский. И до новых встреч.